Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов провел заседание Республиканского оперштаба по коронавирусу. Руководитель региона отметил, что текущая ситуация очень напряженная. Темпы тестирования остаются высокими, система здравоохранения работает в напряженном режиме, открыт очередной северный инфекционный госпиталь на 200 мест. Общее количество действующих коек сейчас 935. На очереди госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера и инфекционное отделение в Карачаевской больнице. Глава подчеркнул, что в регионе имеются в достаточном количестве СИЗ и ВЛ-кислород. Напряженная ситуация складывается на российском рынке с рядом препаратов, которые используются для лечения тяжелых больных. Необходимо плотно заниматься этим вопросом с Минздравом и Минпромторгом России. По-прежнему жесткие требования к ношению масок и социальной дистанции во всех общественных местах и прежде всего в организациях сферы услуг, сказал руководитель региона. Особое внимание глава поручил уделить вакцинации. И по информации оперштаба, сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 22 096 человек. Из них 20 625 выздоровели, 654 человека госпитализированы. Во всей стране продолжается вакцинация. В нашей республике привилось более 80 тысяч человек жителям Карачаево-Черкесии. О важности проведения данной процедуры обратилась председатель Республиканского объединения Организации профсоюзов Раиса Айбазова. К сожалению, коронавирус никуда не делся. Коронавирус вступил уже во второй этап стадии. Никто никого не заставляет, не принуждает. Но мне кажется, каждый человек, здравомыслящий, должен осознать, что на сегодняшний день только вакцинация поможет предостеречь. И не надо ждать, что будет завтра. Это уже надо делать сегодня. С наступлением лета в населенных пунктах возникают перебои с водой. На недавней пресс-конференции вице-премьер правительства Карачаево-Черкесии, министр строительства и ЖКХ Евгений Гордиенко дал ответы на многие вопросы по отсутствию и качеству воды и какие работы уже ведутся. Ситуацию усугубляет еще и непривычно жарко для нашего региона погода. В нашу программу обратились жители станицы Кардоникской, которые также сетуют на перебои водоснабжений. Проблеме разбирался наш корреспондент Ахмат Халкечев. Постоянные перебои водоснабжения – это еще полбеды. Вода, даже когда она идет, идет очень грязная. Она непригодна даже для стирки одежды, не говоря уже о том, чтобы попить. Да и давление почти всегда низкое, сетуют станичники. Говорят, коронавирус, соблюдайте дистанцию, мыть руки. А чем мыть руки? Мы приезжаем, реально, вот я приехала из больницы с детьми, а мне нечем помыть руки. И фильтры, колонки, все ломается. У многих стоят колонки, которые газовая плюс котел. Они намахиваются очень часто, и фильтры не помогают. Маленькие грудные дети, их даже подмыть невыносимо в этой воде. А если купать сито, подставляем, марлю ложим, вату ложим, чтобы ушла вода. А там вся грязь, а вода все равно вот такая лежит. Это еще чистая. Да, это еще чистая. Да, ашметок нету, прям вот ашметки. Я же говорю, сито подставляем, марлю, вату, чтобы набрать водички, Я забивался щечек, остановился, остановился из-за того, что он забился дождевыми червями. Прочистил пиль. Просто забился. Открываю, вода не идет. Открываю там, где щечек, там щечек забитый шерстью. Откуда вода туда в шерсть взялась? Проблема с перебоями в водоснабжении связана с целым комплексом вопросов. Водопроводные сети станицы из прошлого столетия. Где-то трубам 50, а где-то и 60 лет, рассказывает руководитель предприятия «Зеленчуковские водопроводы» Шамиль Кипкеев. 60 лет водопроводам, запорная арматура, то есть задержки, почти не работает. И закрывать приходится иногда всю станицу. Закрываем, бежим туда, делаем этот порыв, устраняем, опять открываем. Опять та же ситуация, что грязь, которая в трубах, она поднимается движением воды, опять забивает где-то в другом месте. Ну, получается, как бы замкнутый круг. Еще одна причина нехватки воды – это аномальная жара, которая порой доходила до 40 градусов. Естественно, люди, чтобы спасти свои огороды, начали нещадно их поливать. В результате, выше расположенные районы станицы и часть квартирных домов остались вовсе без воды. Также сама система водоснабжения станицы изначально не была рассчитана на такие нагрузки, которые имеются сейчас, отмечает глава администрации Кардоневской Анатолий Баганцов. Она была рассчитана на уличные колонки, которые еще во второй половине 20 века стояли по кварталам. Ну, а за последние пару десятков лет расход воды населением возрос в несколько раз, резюмирует он. Подача воды на сегодняшний день через 500-кубовый бетонный накопитель, где вода отстаивается, идет в станицу. Наш 500-кубовый накопитель, вода сегодня идет через перелив. Станица не… трубы не успевают в станице забрать эту воду. Подаем стока, но в станице падает давление за счет ветхости порывов и довольно частых поливов неразумительных. Но каждый считает, что это нужно делать. Еще, как поведал Анатолий Баганцов, администрация поселения, подготовив паспорта по всем объектам, подала заявку на замену водопроводных сетей общей протяженностью 35 километров. Будет заменено 8 километров водопровода 400-го диаметра, а остальные 27 километров труб меньшего диаметра пойдут на замену непосредственно магистральных линий по всей станице. Начало работ запланировано в 2022 году. То, что проблемы Кардоневской и других населенных пунктов, накопившиеся в течение 60 лет, будут решаться в самой ближайшей перспективе, на недавней пресс-конференции также подтвердил вице-премьер республики, министр строительства и ЖКХ Евгений Гордиенко. В следующем году мы начинаем строительство, и проектирование уже ведется, начинаем строительство большого водовода, который будет осуществлять водозабор с гидросооружения «Русгидро» в районе станицы Кардоневской и до поселка Аркин-Шахар он будет проходить по, в принципе, параллельно руслу реки Малый Зеленчук. То есть это позволит нам обеспечить частично Зеленчугский район, Хаберский, Ады-Хабальский и Ногайский районы. Большой объект, и будет вода оттуда достаточно хорошего качества. Ахмат Халкищев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. МЧС предупреждает сегодня и завтра в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь и сградом. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии кратковременная дождь и гроза в отдельных районах сильный, сградом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10, при грозе будут порывы до 15-18. Температура ночью 13-18, в горах до плюс 12, а днем 19-24. И в горах местами 13-18. В Черкесии кратковременная дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15-18. Температура ночью 16-18, а днем 19-21 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Министерство цифрового развития республики подключило к интернету благотворительную организацию по поддержке и защите детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Мой Ангел» в микрорионе Московский. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Руководитель реабилитационного центра «Мой Ангел» Светлана Байрамкулова создала центр в 2018 году. Тут обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Говорит, что очень не хватало подключения к интернету для адаптации детей в различные обучающие платформы. Данный центр работает с 2018 года. У нас тут детки с ограниченными возможностями здоровья занимаются, развиваются, реабилитируются. В основном дети развивались в сфере образования, в сфере творческого развития и с элементами физической реабилитации. В основном детки у нас с ментальными нарушениями в данном центре. С 1 сентября пандемия внесла свои коррективы и на какой-то период пришлось закрыть, потому что это дети с ограниченными возможностями. Мы не можем позволить, чтобы еще и добавился коронавирус. Поэтому мы закрылись на период. Я надеюсь, что когда ограничения спадут, мы уже сможем к сентябрю открыться, и наши дети будут полноценно ходить и заниматься, в том числе и будут обучаться компьютерной грамотности. Обратившись в Министерство цифрового развития Карачаева-Черкесии, Светлана получила одобрительный ответ. При поддержке Министерства цифрового развития и Нестер Телеком наши два центра, в том числе центр в микрорайоне Московском, теперь оснащены интернетом. И мы надеемся, что наши дети теперь смогут полностью спокойно работать в сети интернет, обучаться работе на компьютерах. Заместитель министра цифрового развития республики Константин Андропов говорит, что ведомство не станет останавливаться, а в дальнейшем по возможности будет помогать центру техническим оснащением. Это уже у нас, получается, третий центр, который мы подключаем. Первый мы подключили еще в начале года «Счастливое детство». Второй мы подключили тоже один из филиалов реабилитационного центра для детей-инвалидов в городе Черкесске. И вот, получается, сегодня мы подключаем еще один реабилитационный центр для детей-инвалидов в вырасте Ужигута. Теперь центр будет шагать в ногу со временем и активно осваивать образовательные ресурсы. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Московский. Детские футбольные команды участвовали в международном фестивале «Большие звезды светят малым» в честь заслуженного тренера Карачаево-Черкесии Александра Дудкина. О мастерстве юных футболистов и о победителях расскажет Карча Биджиев. Футбол есть жизнь, которая радует и вдохновляет нас каждый день. Это не просто красивый вид спорта, а самый настоящий театр, дарящий нам колоссальные эмоции и сюрпризы. За его плечами порядка восьми выпусков. Более тысячи человек прошли через его тренировки. Международный фестиваль при поддержке Министерства физической культуры и спорта Республики и в честь заслуженного тренера Карачаева-Черкесии Александра Дудкина дает право участникам для выхода на более серьезный всероссийский уровень. С 1974 года стал работать в спортшколе тренером, просто тренером. А потом постепенно-постепенно перевели на старшего тренера. И группы были много разных за такое время. Воспитанники были такие, что были членами сборной РСФСР. Раньше прессоветской власти были РСФСР. Два человека в сборную попадали. Ну и остальные, которые во второй лиге. Это вторая лига была самая последняя в профессиональном виде спорта, в футбольном. Потом тренировал команду. Работал на арте, небольшой промежуток тоже. А теперь опять в спортшколу закрылась профессионализм в нашем городе. В спортшколе работаю старшим тренером. В турнире участвовали 8 лучших команд со всей республики. Юные спортсмены 2012 года рождения поборолись за право представлять регион на финальном этапе в Анапе в сентябре. Игры прошли на запасных полях стадиона «Нарт» с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Турнир хорошо организован, считают гости, пришедшие посмотреть и поддержать свои любимые команды. Если у кого не получится, то это не беда. Все участники получат медали и кубки. Видя, что детям надо развиваться, мы ставим их более старшими ребятами. Тем самым в сложных условиях они получают большой опыт, рассказал один из тренеров. Из регионов они выходят в финальную часть, где будут представлены лучшие команды Российской Федерации. Все получают призы, есть лучшие игроки, все получают медали, кубки. Мне очень нравится турнир. Спасибо организаторам. Турнир по 2012 году. По идее, да, мы выставили младшую команду, заведомо зная, что им будет тяжело, чтобы они развивались, росли. В упорной борьбе сильнейшими стали две городские школы, Академия футбола и будущие звезды. Обе команды из Черкеска. На предварительном этапе в отборочных именных турнирах под патронатом известных российских футболистов и тренеров приняли участие все желающие. Карча Биджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас премьера фильма «Ведьма». Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова